Так, поехали. Баррисовский подход. В классическом подходе, например, в методе максимального правдоподобия. Если вы делаете метод максимального правдоподобия, то как у вас устроен мир? Вы предполагаете, что у вас есть какой-то неизвестный параметр. Дальше у вас есть какая-то выборка, которая как-то связана с этим параметром. Я не знаю, Y1, Y2 и так далее. Yn – это наблюдаемые случайные величины. Но они как-то связаны с этим параметром θ. И что говорит метод максимального правдоподобия? То есть, смотрите, вот в классическом подходе, будем олицетворять классический подход в виде максимального правдоподобия, θ – это неизвестный параметр, это константа. И, соответственно, в классическом подходе максимизируется правдоподобие и находится θ с крышкой какая-то… Как оно, кстати, находится, θ с крышкой в максимальном правдоподобии? В максимальном правдоподобии. Да, то есть, берется какая-то функция, максимизируется функция правдоподобия, которая зависит от θ. Ну, там, вот, Y1, Y2 и так далее, Yn, θ. Давайте я вот так напишу, максимизируется. По-хорошему, вероятность получения наших y при известном θ максимизируется по θ. Получается на выходе какая-то θ с крышкой ML, которая есть, вообще говоря, функция от Y1, Yn. И вот эта θ с крышкой, эта штука, она константа или случайная величина по своей природе? Да, вот эта θ с крышкой метода максимального правдоподобия, она случайная величина. Именно поэтому она может попасть там правее неизвестного θ, или левее неизвестного θ. То есть, дальше можно изучать ее свойства. Говорит, что она там состоятельная, несмещенная, эффективная или неэффективная. Но есть некая случайная величина, которая оценивает θ. А это классический подход. А философия Байзовского подхода, она принципиально иная. Давайте я его... Да, то... Чего бы мы не взять? Это можно, да? Я стираю классический подход, да? А, нет, давайте я не буду стирать, давайте мне тут пока хватит места. Правда, как-то у меня по центру вышел классический, а Байзовский сбоку. Ну, на самом деле, сейчас ситуация потихоньку меняется, и Байзовский становится все более-более важным. Байзовский сюда. А Байзовский подход говорит, окей, θ неизвестная штука, мы его не знаем. Поэтому Байзовский подход говорит... У него принципиально другая философия. В классическом подходе θ это неизвестная константа, а есть θ с крышкой ML, которая есть случайная величина, зависящая от выборки. А в Байзовском подходе все совсем не так. В Байзовском подходе мы говорим, что мы до опыта, до получения, вот у нас есть ситуация до получения выборки, до получения выборки. Ну, то есть это априорная информация. У нас есть какая-то информация до получения выборки. Потом, как только мы получили выборку, у нас получается ситуация после получения выборки, мы ее назовем апостериорная. Ну, как бы, как назвать это дело? Десятое? Ой, горшко вам заявляет. Апиорная, астериорная, это все не важно. Важно то, что идея Байзовского подхода говорит, раз вы не знаете, чему равно θ, тогда вам нужно облечь степень вашего незнания в случайную величину. Поэтому, значит, до получения выборки у меня есть некая, ну там, не знаю, от бабушки, там, или от родственников, там, или из газеты, откуда-то я знаю законы распределения θ. То есть я не знаю, какие значения конкретно θ, и поэтому я свою степень неуверенности выражаю в виде закона распределения. Априорный закон распределения θ. Обозначим его там какое-то P от θ. Соответственно, после получения выборки я в соответствии с обычными формулами условной вероятности. То есть нет никакого сложной максимизации, ничего не надо максимизировать, ничего не надо ничего приравенить, просто Сук применил формулу теории вероятности и получил апостериорные законы распределения θ при условии y1, ym. Окей? То есть идея состоит в том, что у меня должно быть идея Байсовского подхода очень проста. Я должен сформулировать свое мнение о θ в виде закона распределения, потом получить выборку и посчитать условный закон распределения. Окей? Ну давайте попробуем это сделать на простом примере, потому что пока философия это просто какие-то слова, то есть должно быть закон распределения θ до получения выборки, и потом по обычным формулам условной вероятности я получаю апостериорный закон распределения. Ну давайте возьмем простой пример. Нормально? Теперь я, наконец, использую космосферное значение. Поехали. Пример. Вот у меня есть монетка, я не знаю, выпадает вообще, она может правильная, может неправильная. Есть монетка, я не знаю, правильная или неправильная. Не знаю, не знаю, правильная линия. То есть у меня в этой задаче есть один параметр, п, вероятность выпадения орла. П, ну скажем, это вероятность выпадения орла. Нормально? Ну вот смотрите, если у вас никаких наблюдений за этой монеткой нет, то, ну вот вообще нет, то есть нам сказали, вот что-то какая-то подозрительная монета, вот, но мы еще пока ее ни разу не подбрасывали. Нам в байсовском подходе, кто-то считает, что это недостаток байсовского подхода, а кто-то считает, что это наоборот достоинство, здесь есть разные точки зрения, но в байсовском подходе нам надо предположить, что мы думаем про П. Вот мы не знаем П, но какой логический вывод? Вообще П может равняться 253? Нет. Ну а в каком диапазоне она лежит? От нуля до одного. Логично? Поэтому давайте что-нибудь предположим. То есть это вот необходимая предпосылка в байсовском подходе. Ну, можно разные варианты сказать. Можно, например, сказать так. Но поскольку я не знаю, какое значение от нуля до одного, давайте считать, что я одинаково не уверен во всех значениях. Поэтому можно, например, считать, что априорное распределение выбирает сам исследователь. Можно считать, что априорное распределение, можно, например, считать что такое. П от Т это... Ой, тут нехорошо. Слушайте, давайте Т это вероятность упадения орла, чтобы у меня стоит гармоника у нас с темно. А только П от П будет ужасно. Давайте Т это вероятность упадения орла. Но П от Т это можно считать такой, что это единичка, если Т это от нуля до одного, и ноль иначе. То есть априорно мы считаем, что Т это равномерно от нуля до одного. Поскольку я не знаю, какое значение она принимает, то это выглядит разумным предположением. Я не знаю, я отражаю степень моего незнания в виде закона распределения. Заметьте, что априорно я считаю, что неизвестный параметр это случайная величина. То есть это принципиальная разница с классическим подходом. В подходном бассейнском подходе я предполагаю, что Т это случайная величина. Окей? Хорошо? А теперь я беру. И вот это есть у меня априорное мнение. Но его легко визуализировать. Вот мое априорное мнение. Вот это мое мнение. Вот это. Например, в байсовском подходе корректен вопрос. Вопрос, который можно задать и ответить в байсовском подходе, но нельзя в классическом. Какова вероятность того, что монетка выпадает орлом чаще, чем в 80% случаев? У меня в байсовском подходе какой ответ на этот вопрос? 0,2. А в классическом подходе этот вопрос бессмысленный. Какова вероятность того, что Т это больше 0,8? Но Т это неизвестная константа в классическом подходе. А Т это неизвестная константа. Поэтому чему равна эта вероятность? Либо 0, либо 1. Но мы не знаем, чему она равна. То есть, либо 0, либо 1. Но как бы неизвестно чему. Неизвестно. А в байсовском, пожалуйста. Ну, наконец, появляется выборка. То есть, я подбрасываю эту монетку. Ну, давайте, я много не буду раз подбрасывать. Давайте пусть. Сколько? Ну, 3 пойдет или 5? 3. Ну, давайте 3. Я подбросил 3 раза. В первый раз. То есть, дальше у меня появляется выборка. Выборка. У1 это пусть будет решка. У2 это орел. И У3 тоже решка. Вот. И теперь байсовский подход говорит. Ну, отлично. Теперь предположить априорное распределение. И, имея очевидную модель. Вот она, наша модель. Модель у нас состоит в том, что тета это вероятность выбадения орла. И подбрасывание при заданном тета независимое. То есть, модель у нас состоит из двух утверждений. Что тета это вероятность выбадения орла. И при фиксированном тета, при известном тета, подбрасывание независимое. Подбрасывание независимое. Вот моя модель окружающего мира. Это может быть обычная МНК модель. Мы сделаем ее. Логит модель. Ну, вот есть какая-то простенькая модель. Есть априорное распределение. И, имея модель априорное распределение, мы получим апостериорное распределение. Ну что, поехали? Получаем апостериорное. Значит, что я хочу получить? Цель в байсовском подходе. Цель в байсовском подходе. Я хочу получить мое мнение от этого. Если я знаю, что в первый раз выпала решка Во второй раз выпал орел И в третий раз выпала решка То есть вот что я хочу найти Вот это Это мое априорное мнение о монетке А я хочу найти Апостериорное мнение о монетке Понятная идея То есть то же самое произойдет, когда у меня будет Метод на меньших квадратов в байсерском подходе Или логит модель в байсерском подходе Просто байсерский подход позволяет Оценивать гораздо более Сложные модели, которые Методом максимального правдоподобия Недоступны Там МЛ будет Не знаю, там функцию не промахать Максимизируешь, а байсерским подходом Там есть кое-какие стандартные алгоритмы Которые позволяют брать модели Которые МЛ в максимизации Крайне тяжело акцию взять Так, ну хорошо Давайте найдем эту штуку Кто-нибудь помнит вообще, как искать условную вероятность Если вы знаете То есть вот это Это вероятность падения 1 Как найти такую вероятность? Вероятность пересечения на вероятность Да, это вероятность пересечения Ну на самом деле, это, конечно, плотность П, а Т, это, конечно, плотность Т у меня непрерывная В случае величина Но верно Ну, поехали Значит, это равняется А, зовут как? Данил Данил, давай Что там? П от чего? Это когда? Это Игрек 1 равно Ре Игрек 2 равно Орел Игрек 3 равно Решка Делить на что? Вероятность, что Игрек 1 равно Решка На Игрек 1 равно Решка Это Ре, это Решка Ну, может было Хэт Трел Но я пошел по-русски писать Поэтому уж будет так Нормально? Это знакомая формула, нет? Хорошо Дальше, смотрите Мы делаем такой трюк Который мы всегда делаем в байсовском подходе Это такой прием в байсовском подходе Смотрите Нас же интересует это как функция от Т То есть мы хотим понять, что мы теперь думаем от Т Нас эта функция интересует как функция от чего? От Игрек 1, от Игрек 2, от Игрек 3 или от Т От Т От Т Нам надо понять, как она меняется с изменением Т То есть в какие Т я теперь чаще верю В какие Т реже верю Поэтому трюк такой Смотрите Что здесь зависит от Т Числитель или знаменатель? Что зависит от Т? Числитель Поэтому я могу сказать Что это какая-то константа На П от Т Смотрите, какая халява В байсовском подходе Меня интересует как функция от Т Я знаю, что Откуда я найду эту константу Т Я знаю, что площадь под этой функцией плотности Чему должна равняться? Одному Поэтому эту константу можно найти из условия Кузеров Что интеграл под функцией плотности равен одному Вот Хорошо, а как это найти? Как найти вот эту? Ну что, Смирей, как найти вот эту совместную вероятность? А почему? Ну почему? Как найти ее? Я неизвестиваю Ну, я бы сказал, все-таки Надо перейти обратно к условной вероятности То есть это С На вероятность того, что У1 равно Р У2 равно Орел У3 равно Р При условии, что я знаю Т Амножить на П от Т То есть я еще раз воспользуюсь формулой условной вероятности Только я поменял Мне надо было ТЭТА при условии ИГРЕКА А я перешел к ИГРЕК при условии ТЭТА А ИГРЕКи при условии ТЭТА Это моя модель, как устроят данные ИГРЕКи при условии ТЭТА у меня есть Вот это Это описывается моя модель Это может быть логин Там обычная МНК Все что угодно Там какие-то пространственные модели Там, не знаю Байса много чего оценивают Вот А вот это Это априорная Априорная плотность Там байсовские векторные авторегрессии Что угодно Идея одна и та же Ну хорошо Если это модель А там априорная плотность То у меня все есть Я в модели предполагал Что у меня результаты подбрасывания Если ТЭТА зафиксировать То результаты подбрасывания были независимы Поэтому у меня получается Как правильно отмечено Это получается константа На вероятность того, что у1 равно решке при условии ТЭТА Помножить на вероятность того, что у2 равно орлу при условии ТЭТА Помножить на вероятность того, что у3 равно решке при условии ТЭТА Помножить на вероятность на функцию плотности ТЭТА априорная Ну, у меня получается равно С1 Решка у меня с какой вероятностью? По-моему, решка у меня 1 минус θ, верно? На θ, на 1 минус θ, на 1 Вот, получилась такая красота То есть это константа на 1 минус θ в квадрате на θ Ну и, соответственно, из какого условия мне найти константу Если я хочу прям восстановить функцию плотности На самом деле, в байсовском подходе, который делается на компьютере Оказывается, это не нужно Потому что есть алгоритмы, которые позволяют генерить выборку Из функции плотности, не находя константу в ней Но, тем не менее, давайте для красоты найдем, чему равна эта константа Как ее найти? Взять интеграл Да, взять интеграл То есть мы знаем, что условие нормировки Условие нормировки состоит в том, что Интеграл от 0 до 1 С на 1 минус θ квадрат ДТ равняется 1 Ну, этот интеграл, я думаю, можно взять А, может быть Ну, можно взять руками Можем взять для разнообразия Значит, c С равняется 1 Делить на Что там будет получаться? Тета Значит, интеграл от Тета Минус 2 Тета квадрат Плюс Тета куб ДТ И будет получаться 1 Делить на Все это отправляемые единички Что тут будет? 1 вторая Минус Минус чего? Минус 2 третьи И плюс 1 четверть, что ли, да? По-моему, так Да Нормально? Похож на проблему? Вот И если я сложу У меня получится Ну, общий знаменатель Там, по-моему, 12 Соответственно, будет 12 А здесь 6 Минус 8 Плюс 3 И будет получаться 6 минус 8 И по-моему, 12 получилось Ну, если я не ошибся в арифметике Норм? Окей? Соответственно, к какому выводу я пришел? Я пришел к выводу Что у меня функция плотности равна 12 На 1 минус тета квадрат на тета Я могу нарисовать мое мнение То есть теперь, смотрите У меня было мое априорное мнение О неизвестном тета Мое априорное мнение было сформулировано В виде закона распределения В данном развитом случае В виде функции плотности То есть у меня есть мнение До начала исследования Априорное мнение о тета Априорное мнение о тета Но было вот такое Я не знал Какое значение Вот это Тета 0,1 Я думал, что оно А потом у меня получилось Апостериорное Апостериорное Это означает с учетом наблюдений Апостериорное Мнение О тета Ну получилось Давайте сообразим Как выглядит график Этой функции Какие нули У этой функции Корни какие 0,1 Значит, корни 0,1 Она, соответственно В нуле и в единичке Ее два корня Куда она скошена? Она вот так вот Холмик у нее Крутой слева Пологий справа Или крутой справа Пологий слева Как выглядит эта функция П от тета При условии Игрек 1 Игрек 2 Игрек 3 Как выглядит Эта функция Углево смещено Ну как, можно Смотрите, прикинуть Что когда она На одинаковом расстоянии От нуля От единички Ну то есть Представьте Ее значение в точке 0,1 Ее значение в точке 0,9 То где окажется Меньше К точке 0,1 Или в точке 0,9 Где меньше В 0,1 Или в 0,9 В 0,9 Ну то же здесь С квадратом Да Если я подставлю 0,9 У меня будет 0,9 На 0,1 В квадрате А если я подставлю 0,1 Да То у меня будет 0,1 На 0,9 В квадрате Правильно? То есть Значение в 0,9 Меньше чем в 0,1 То есть Она вот такая Вот такая Один скол Крутой Другой Пологен Ну соответственно Это как-то Связано со здравым смыслом Поскольку здравый смысл Говорит Ну как Если она чаще Выпадала решкой Значит Это как-то Наше мнение О том Что вероятность Выпадения орла Ну оно Как бы В среднем Снижает То есть Мы все-таки Считаем Что вероятность Выпадения орла Она теперь Не одинакова От 0,1 А мы вот Верим Все-таки Что вероятность Выпадения орла Скорее меньше 0,5 Чем больше 0,5 Вот Еще раз Достоинство Байсовского подхода Оно в следующем Можно отвечать На вопросы Которые стоят На интуитивно Понятном языке Я могу Задать вопрос А какова вероятность Того Что Монетка Выпадает Орлом С вероятностью Больше 1,2 Ну при условии Моих наблюдений В классическом подходе Это вопрос Бессмысленный Это неизвестно Никогда узнать Невозможно В байсовском подходе Пожалуйста Какая вероятность Что это больше 1,2 Ну вот она Ну тут нарисовал 1,2 Тут закрасил Посчитал площадь Вот она Окей Понятно Философское отличие Байсовского подхода От классического А как определять Какое мы берем Априорное Да Вот это хороший вопрос Как определять Какое априорное брать Ну соответственно Тут есть Такой ответ Что мы можем взять Если мы совсем Ничего не знаем То есть Ну вообще говоря Надо быть честным Перед самим собой И самому написать Что ты думаешь Про тета Ну как бы Если ты оцениваешь Там не знаю Насколько Там Ну то есть Если ты совсем Ничего не знаешь Ну возьми Максимально Размытое распределение То есть допустим Ты оцениваешь Какой-то параметр В регрессии И у тебя там Бет Такой-то коэффициент У тебя вообще Никаких идей У тебя вообще никаких идей У бета Ну как этот Игорь зависит от этого Икса Ну тогда можно сказать Что А я вот думаю Что он нормален С монтаж Ножидание 0 И огромной Огромной дисперсии Да Вряд ли он больше миллиарда Да Ну как-то это Тогда у меня Как-то измерения Странно выбраны Если я ожидаю Что у меня оценка Коэффициента будет Больше миллиарда Ну я например Могу сказать Что я уверен В том Что мой бета Лежит от минус Миллиарда До плюс миллиарда Да Допустим Я верю Что мой коэффициент Лежит от минус Миллиарда До плюс миллиарда Но тогда это означает Что я могу Например Африорно Верить Что бета До получения выборки После получения выборки У меня получится Какое-то мнение Африорно я могу верить Что он нормален С мотоожиданием 0 И дисперсии Ну сколько-то не надо Чтобы попасть Ну допустим Я считаю Что это удвоенная Удвоенная сигма Да Ну соответственно Я могу считать Что тут дисперсию Скажет 10 в девятый В квадрате Да И как бы Это мне гарантирует Очень при такой дисперсии Нормально? Вот Или наоборот У меня есть какая-то информация Что да Вот это коэффициент В регрессии Но по смыслу Это там скажем Предельная склонность К потреблению Я априорно Знаю Что он за пределы От нуля до одного Но не должен выходить Да Тогда я могу ограничиться Нормальным распределением Поострее Да И сказать Что ну вот Он не должен выходить За пределы от нуля до одного Просто по сути Я оцениваю коэффициент Могу либо равномерным Либо нормальным Как-нибудь зажать Чтобы он за пределы 0,1 не выходил Понятно? Ну то есть на самом деле Это хороший вопрос И ответ на него В частности еще такой Что с одной стороны У меня есть в Байсовском подходе Обязанность Выбрать это распределение С другой стороны У меня же есть компьютер Я могу посмотреть Как выбор Моего априорного мнения Влияет на ответ И если например Окажется Что результат Рабасный То есть Если я верю Что изначально Что бета Около двойки Плюс-минус Там один Если я верю То что бета Там около ста Плюс-минус один А в результате Апостериорное Оказывается одно и то же Это говорит о чем? Они говорят о том Что данных достаточно Или зависимость в данных Очень четкая И не важно Во что я верил изначально Меня всегда данные убеждают Что надо после получения данных Верить Что в это там такое А если результат Апостериорное распределение Сильно зависит от того Во что я верю изначально То это говорит о том Что в данных мало Они практически не несут Никакой информации Ну то есть это хороший Способ проверить Рабастность результата То есть Зависит ли финальный результат От того Во что я верю Нормально? Вот Хорошо Пойдем тогда дальше Значит Если Давайте кто-нибудь Кто-нибудь может Своими словами Перескать еще раз Философию байсовского подхода Какие основные отличия Просто своими словами Поскольку Сюжет Такой Новый Кто может Ну что Ну ладно Супер класс Компьютер есть Это Такое Другое Хорошо Значит Дальше Возникает вопрос Как в памяти компьютера Хранить Вот это самое Апостериорное мнение От это И как хранить Апостериорное мнение От это Ну что что Функцию что ли Выводить Потому что Все привыкли Что Допустим Попросил компьютер Оценить МНК Он вам выдал Бета с крышкой Попросил там Оценить Не знаю Там Процесс Арма Ну выдали Какие-то Или гарч Ну выдали Какие-то Бета с крышкой Вот А как Вот это В памяти компьютера Представлять себе Ну давайте Это значит Следующий вопрос Как в памяти компьютера Представлять Апостериорное Как это хранить В компьютере Как хранить В памяти компьютера Ну как это описывать В памяти компьютера Ну или как описывать В статье Компьютера Или как описать Как описать Ну поскольку Априорное Как правило Выбирается Априорное Выбирается Выбирается Из типовых Распределений Из типовых Распределений Ну особенно Популярны Какие Особенно популярны Многомерное Нормальное Многомерное Нормальное Популярно То есть Соответственно Чтобы описать Априорное Распределение Я скажу Вектор Матожданий Вектор Средних Ну популярно Равномерное Равномерное Ну не только Лог нормальное Понятно что Если я что То есть есть И какие-то Совершенно Особые Распределения Типа Обратного Вышерта Ну поскольку Параметры бывают Разные Например Я хочу Оценить Ковариционную Матрицу Мне надо Распределение На ковариционных Матрицах Обратное Вышерта И так далее То есть есть Много Типовых Распределений Вот Как хранить Как Апостериорное Какие идеи Как хранить В памяти Компьютера Потому что Это я могу Нарисовать Да Представьте себе У вас Не знаю Вы оцениваете 10 параметров У вас Вообще говоря Результатом Является Функция Плотности От 10 Переменных Ее даже Не построишь Толком Да Как это вообще Представить Как вывести Аут Тут Просто Банально Ну хорошо Как То есть вот Оценивали Ну допустим Даже два Пусть будет Оценивали Два параметра Тета И Не знаю Какая там еще Греческая буква Есть Тета И Ро Вот оценивали Два параметра Соответственно На выходе В байсовском подходе Получилась функция Плотности Вот Тета И Ро То есть Ну какая-то Поверхность Да Ну и чего А вот Картинку Ну мысль такая Смотрите Когда у нас есть Закон распределения Мы можем из него Нагенерить Много 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 Значений То есть На выходе Вот если мы оцениваем То есть на входе Мы описываем Параметрически То есть мы говорим Ооо У нас априорное распределение Там Не знаю Бета распределение С таким такими параметрами Там априорное распределение У нас многомерное Нормальное С нулевым там Средним И с огромной Огромной дисперсией Потому что мы не уверены Чему Ну то есть Такие классические ситуации Классическая Там взять Например Нормальная Вектор из нулей И там Допустим Если у меня два параметра Это и Ро И тут какая-то Огромная Кавариационная матрица 10-9 10-9 Ну то есть Вот это Априорное распределение На ТТ и Ро Это означает Что ничего я не знаю Про ТТ и Ро И думаю Что они могут быть От минус бесконечности До плюс бесконечности Вот так я описал Своё априорное распределение Ну дальше у меня была Какая-то модель И на выходе Как описывается на выходе На выходе просто компьютер Генерит выборку Из этого распределения Априорное распределение Описывается С помощью типовых распределений Апостериорное распределения На компьютере На компьютере Описывается Описывается С помощью С помощью большой Большой выборки Из этого апостериорного Распределения Из апостериорного Апостериорного Распределения Давайте сообразим Ну то есть Большой Что значит большой Ну допустим Десять тысяч Большой Десять тысяч Вот соответственно У меня Просто компьютер Мне на выходе Когда я оцениваю Байсовскую Прегрессию Или байсовскую Логид модель Он на выходе Мне выдает Вот это Ро и тета И он мне выдает Десять тысяч Значений А теперь Я имея Эти десять тысяч Значений Могу задать Про них Любой вопрос Ну например Меня интересует Поскольку в байсовском подходе Корректно задавать Вопросы про вероятность В байсовском подходе Корректно спросить А какая вероятность То что коэффициент Больше нуля Ну как мне понять Как мне Имея вот эту выборку Из десяти тысяч Апостериорных Значений Как мне Просчитать Вероятность Того что Тета больше нуля Еще раз В классическом подходе Это бессмысленный вопрос На него нет ответа В байсовском подходе Там другая философия Можно ответить на этот вопрос Как на него ответить Если у вас Десять тысяч наблюдений А он выдает выбор Второго десяти тысяч наблюдений А вероятность Тебя карты У вас наблюдения Просто выборку Из этого Равны Можешь считать Ну то есть Здесь какое-то Чуть обладать Часто Будет часто В выборке То есть Если у тебя Функция Клотности Такая У тебя Тета Вот здесь Вот Здесь будет Ного Тета А здесь Пореже Понятно Да? Это очень легкий Способ Хранить в памяти Компьютера Потому что Хранить функцию В памяти Компьютера Непонятно Как Хранить функцию А хранить выборку Ну что Таблица Чей сего Стандарт Как Вы можете Определить Видишь ли Она может быть Неклассической И Ну то есть А как Что ты ожидаешь На выдаче Хочется Что-то распечатать И повесить На стену Допустим Гамера Убейся Там Пар Сюда Ну Она Понимаешь Во-первых Она же в явном виде Может не находиться Это вот у меня В простом случае Нашлось Там 1 минус Т в квадрате На т на 12 А Когда у тебя будет Суровый случай То Вообще говоря В числителе Это будет Какой-то Интеграл 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 И в знаменателе Это будет Какая-то Константа Интеграл 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 То Она Во-первых В явном виде Для серьезной задачи Она Уже не находится А там Через интеграл Как-то выражается Ну и Ну все-таки Ну Короче говоря Понимаешь Там надо Надо работать С символьными Вычислениями С какими-то А с символьными Вычислениями Компьютер Плохо работает Вот И основной прорыв Произошел В статистике Ну вот Где-то Лет Тридцать Назад Вот Чуть побольше Может быть Вот Все поменялось Потому что Появился Алгоритм Как Имея Вот эти Расстреления Как Генерить Апостериорную Выборку Произошла Такая Кардинальная Революция Которая То есть Байсинский Подход Он как бы Давно Был Но из-за Того Что Вот то Что я Проделал С этим Тетом Может Был Продел Только В нескольких Простых Случаях То как бы Серьезно Его на данных Никто не применял Потому что Ну А как Применять Если там Числительный интеграл Изнимательный интеграл Ничего Поделать Непонятно Вот А тут Произошла Революция Оказывается Есть некий Хитрый способ Мы сейчас Его обсудим Ну так Вкратце Понятно Что раз У меня Всего Три часа Из которых Часть уже Прошло То я Не смогу Идеально Изложить Ну Вообще Это такой Нужен Серьезный Курс По байсовскому Подходу Ну Лучше Три часа Чем ничего Ну Просто Доля всех Да Конечно Если я хочу Ответить на вопрос Вероятность того Что это больше нуля Ну надо посмотреть Сколько у меня Нагенерированных Тет больше нуля Долю их посчитать Да Соответственно Доля Тет В Выборке Доля Тет больше нуля В выборке Или например Если кто-то Такой Ярый сторонник Такого Классического Подхода Ну что это у вас Какая-то куча оценок Какое-то одно то число Одну то оценку Дайте А вы так говорите А вам какую Что Вы можете например Вот если вам нужна Точечная оценка Тут такая оценка Она содержит Всю нашу знание От это Можно в качестве Точечной оценки Выбрать например Среднее Или в качестве Точечной оценки Можно выбрать Моду распределения Или в качестве Точечной оценки То есть вот Этот подход Байсовский Он несет в себе Больше информации Не только точечно Тет с крышкой А он несет в себе Вот информацию Именно во всем распределении Поэтому Что взять точечной Тоже вообще на самом деле Зависит от вашей функции потерь Ну то есть Если ваша задача Пан или пропал То есть угадал Тет или не угадал То тогда мы возьмем Какую оценку Какую точечную выберем Если у нас Угадал или не угадал Угадал В смысле Угадал или не угадал Ну вот Допустим Есть все-таки Некоторая истинная Тетта Да? Есть истинная Тетта И вот нас просят Назовите А вот Тетта Вот если вы угадали То В общем Вы получаете Принцессу Полцарства В придачу А если не угадал Истинная Тетта То Отрубите ему голову То какой от этого выберете Ну скажем Если угадал С точностью До одной сотой Ты это угадал То значит Полцарства И Принцессу В придачу А если вот ошибся Больше чем на одну сотую То это да Отрубить ему голову Ну Мога нет Да А когда Нет Мога нет Если пан или пропал Ну посмотри Вот посмотри на эту картинку Допустим Что настоящее Тетта Твоя Это хороший вопрос То есть еще раз Все зависит от того Как нас вознаграждают За угадывание Бывает Что? Нет Нет У вас задают вопрос А блондинка и брюнетка Принцессы Что это интересует Нет Я сказал Что мы рад Выиграть Сарсу и принцессы Нет Вот То есть Смотри Все зависит от того Как нас вознаграждают Потому что функция вознаграждения Может быть разная Одно дело Если Как бы Ну то есть Вот например Может быть две политики вознаграждения Вот если ошибся Больше чем на одну сотую То други и голову Срегат А может быть Например Тебе Тебе Штрахуют На величину То что ты назвал Твой прогноз Да Минус Тета в квадрате Вот это штраф Да Вот например Панель Угадал Значит если не угадал Если не угадал Ну то есть ошибка больше чем Ошибка больше чем в одну сотую То соответственно отрубить голову Вот Вот может быть такая функция потерь Функция потерь равна голове Если ошибка больше чем в одну сотую Ну смотри Вот же мое мнение от Тета Если я назову вот это Это в качестве ответа на вопрос Так ваше мнение от Тета То по моему мнению Каковы шансы Что я выберу принцессу Шансы что я выберу принцессу Это вот эта площадь Правильно А если я назову вот это Это же мое мнение от Тета Это все что я знаю от Тета Оно в этом графике То соответственно Шансы что я получу принцессу И меня отрубит голову уже больше Поэтому если моя функция потерь Не угадала отрубили голову То соответственно Надо называть моду А если моя функция потерь Ну никакой тебе принцессы не будет Ну вот если сильно ошибут Чем сильнее ошибся Тебе больше штраф Да То есть такая классическая Квадратичная функция потерь Тогда оптимальным ответом будет что Мод ожидания будет Можно минимизировать Мод ожидания Те функции То есть можно минимизировать Вот это мод ожидания По правилам моему ответу Это форекаст Да И если решить эту задачу Оптимизация Она легко решается Тут раскрываются скобки Берется производная Квадратично Получается ответ Тет форекаст Равняется с мод ожидания От Тета Да А как мне посчитать Мод ожидания от Тета Если у меня 10 тысяч Значений Тета Среднее взять По закону больших чисел Если я возьму среднее То есть получается Что вот эта выборка Из Теты Она мне несет Всю информацию Которую достаточно Чтобы ответить на любой вопрос Если меня просят Спрогнозировать Ну тогда у меня встречный вопрос Какая у меня функция потерь То есть меня отрубает голову Если я не угадываю Или там у меня какой-то штраф Вот Если То есть в качестве точечной оценки Можно разные вещи В зависимости от цели прогнозирования Окей? Можно вопрос Да Если вот Ну по первому варианту Где нам нужно точного предать Да А как вы тогда действовали? В смысле? Ну называем моду Нет, это если у нас график Ушириванный Если у нас 10 тысяч выражений 10 тысяч выражений Дальше есть алгоритмы Оценивания моды Ну например Алгоритм оценивания моды Один из алгоритмов Оценивания моды Такой То есть визгерном раз Как оценить моду Когда у меня в точечке стоят Ну ответ Ответов много Тут как бы возникает вопрос Как Отдельный вопрос Как оценить моду Когда у меня точечки набросаны Ну одна из оценок моды такая Набросаем То есть это хороший вопрос Классный Я не буду Взываться Там их тоже много Это тоже своя Некая Техника Но идея довольно простая Возьмем Идея довольно простая Вот есть у нас Вот это Т Есть отдельные точечки Вот здесь точечек почаще Вот здесь пореже Вот у меня задача Надо оценить моду Задача такая А давайте вместо каждой точечки Набросаем Ну например Нормальное распределение Бросим туда Бросим Вместо каждой точки Нормальное распределение Хоп Ну и тут их 4 штуки Вот Набросал распределение А дальше вертикально сложил Ну Сложил У меня получится тогда Вот такая штука Здесь она постоянно Да Это росла Это падла Вот здесь она постоянно Потому что Насколько это росла Настолько это падла Правильно? Или нет? Нет 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 Сейчас Вот это была почти Вот здесь она достигла минимума Там здесь она провалилась Там она здесь поднялась А вот здесь Когда много наскладывала Она вот здесь наверх ушла Ну и соответственно Беру максимум этой функции Окей? Ну там на самом деле Это не единственный алгоритм Есть Это некая целая культура Как оценить Моду Апостериорного распределения Можно еще То есть вопрос Если у вас То есть На самом деле Эта идея появилась Ну то есть Вся информация содержится в графике Ну можно моду Можно интервальную оценку В байсовском подходе Есть такое понятие Он называется Не Не confidence interval То есть вот смотрите Тут некоторые есть отличия В байсовском Ну то есть В терминологии Чтобы немножко Разграничить Понятие Что такое confidence Давайте вот Значит Есть некая разница Если нужна интервальная оценка Да Кстати А если вас просят Интервальную оценку Вот Вас просят То есть Здесь уже корректно Говорит Найдите тот интервал В который Тета попадает С вероятностью 95% Да Как найти интервал В который Тета попадает С вероятностью 95% На самом деле не совсем Сейчас Так или нет Не 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 Вот это наверное Не самая Глуд версия Да Потому что Смотри Марат Нас же интересно Ну то есть Вот если Нас просят Такой Задают К этому Байсовскому подходу Можно задавать То есть Преимущество Байсовского подхода В чем В том что Помимо старых вопросов Типа Найдите точечную оценку Найдите интервальную оценку Можно задавать новые вопросы Которые раньше Оставались без ответа Но давайте все таки На этих данных Получим старый ответ Вот если Меня спросили Найдите 95% интервал Интервал В котором Ну обычно Хотят короткий интервал Марат Согласен То есть Ты предложил 95% интервал Но не самый короткий Ну потому что Смотри Если у тебя функция Вот такая вот Вот такая вот Смотри И ты А я односторонний Не я предлагаю Ну ты двусторонний Предлагаю Если ты возьмешь Два с половиной процента Здесь И два с половиной процента Здесь У тебя получится Примерно такая картинка Согласен? Ну так Допустим Два с половиной процента Здесь Вот они по площади равны Это восстановлены Два с половиной Но этот интервал Он Конечно 95% Но он не самый Короткий Он конечно Симметричный По вероятностям Здесь два с половиной Откусил Там два с половиной Но он не самый короткий Потому что смотри А как короткий? Что значит короткий? В смысле А как короткий? Что значит короткий Изорвал Вот Есть понятие Такой ширина интервал Да Есть понятие ширина А так же Среднее Из 200 Нет Какого нет А можно еще Вопросы Дальше Если углубляться Зачем он должен быть Самым коротким? Что это дает? Ну что это дает? Понимаешь Одно дело Вася прогнозирует Завтрашнюю температуру Там от 3 до 10 градусов А Петя От 2 до 5 Петя Прогнозы Всегда Ну как бы Чем короче Интервал Тем точность Точность Это Насколько интервал Короткий Надежность Та же 95% Мы заинтересованы Нет Я согласен Что оба Они ошибаются Одинаково часто Но все-таки Если бы рисовать Короткий То надо Найти Такую Ну Понятно Что это не самый короткий Что если я Вот здесь Вот Прибавлю Эпсилон Да Вот здесь Эпсилон Прибавлю Чтобы такую же Площадь Поймать справа Я его Ну то есть Чуть-чуть Пожертвов Расстоянием слева Я могу Ну чтобы набрать Столько же Это так Ну на глаз Согласны? Ну так Вот Уйти А уйти Да Не туда Не туда Согласен Да Левый Левый Красный Продолжен Зайти На черный Да Согласен Вот здесь Надо Откусить Большой шмак А здесь Потерять Да Вот здесь Потерять Что-то такое Нормально? Вот То есть Мысль такая В байсовском подходе Есть то Что Да Во-первых Интервал называется Нет Сейчас А как Ну по-русски Это называется Байсовский Да А по-английски По-английски Старая терминология Это Confidence Confidence Это классический подход А байсовский подход Ну либо говорят Байсовский интервал Либо говорят Крэбибл Немножко другая терминология Почему? Да потому что Если раньше Интервал Он обладает Таким странным свойством Вот вы посчитали Интервал Там не знаю От двух До четырех Для коэффициента Бета Да Считали Дивительный интервал Говорить о том Что бета попадает В этот интервал От двух До четырех Стоит 95% Это неправильно Потому что Он либо накрыл Либо не накрыл Мы не знаем Накрыл он Или не накрыл Но метод построения Обеспечивает Вероятность Накрытия 95% Согласны? Вот А в Байсовском подходе Действительно Вероятность Попадания туда Параметра Равна 95% Ну соответственно Самый короткий интервал Он ищется легко Мы как бы Отсекаем Какой-то уровень Отсекаем Какой-то уровень Функции плотности Но отпускаем вниз Перпендикуляточки И растим ее До тех пор Пока вероятность Не достигнет 95% То есть Самый короткий Тоже можно найти Он так и называется По-английски сокращается HPD То есть Highest Probability Highest Probability Density Ну надо подобрать точку Не-не-не Надо подобрать точку То есть Смотри Мысль такая Что чтобы Ну это такое MR равно mc Когда достигается Максимум прибыли Когда MR равно mc Соответственно У меня Вот здесь У меня marginal revenue Если я увеличиваю Интервал То я его сокращаю Если я увеличиваю Двигаюсь сюда влево У меня сокращается Интервал Это мой marginal revenue А если я в эту сторону Тяну левую границу То у меня интервал растет Это marginal cost И у меня условие MR равно mc Классическое Достигается Когда высота Левой и правой В левой и правой точке Одинаково Тогда у меня получится Самый короткий интервал А это не завязано В том, что он Предполагается Где-то там Далеко не может Возникнуть Горб Ну я согласен Что это верно Только для Унимодальных Распределений Но если говорить Про унимодальные Распределения То Да Марок Конечно Для бимодальных Там С довезенным Интервалом Сложнее Но тем не менее Можно привести Можно построить У одного горба Два горба Или такой Пятнистый Но даже у пятнистого Все равно Никак не завязано Даже у бимодального Распределения Если я хочу Самый короткий интервал Самый короткий интервал Будет Из двух Участочков Состоять Она будет Область Но она будет Вот такой вот формы Ну потому что Если бы она Опускалась ниже Я значит Там могу Пожертвовать Большой длиной Приобрести большую Но потерять маленькую Окей Хорошо Значит Итого К байсовскому подходу То есть Когда на выходе У меня есть Вот эта вот Генерация Ро и сигма Ой Ро и тета Много-много Я могу И задавать И новые вопросы И старые Могу точечную оценку Могу интервальную оценку Получать Окей Так Хорошо Давайте Значит дальше Как компьютер Решать Мы конечно Решали руками Ну то есть Просто на компьютере Это решать Ну что Раз Два И решил А Кстати Можете пока Поставить пакет В который На самом деле Байсовскому подходу Посвящено Огромное количество Пакетов Ну пакет С которым Я чуть-чуть покажу Но чуть попозже Сначала еще Просто Немножко Про идею Расскажу Подхода Все стандартные модели Которые вы знаете Там Логит Пробит Там Кэнтерич Регрессия Лассо Все они Реализованы В Байсовском подходе В байсовском подходе Даже реализовано Больше чем в классическом Ну вот Некий набор Стандартных Моделей Которым мы привыкли Начиная Там С какого-то Третьего курса И со второго Он Вер В пакете MCMC Пэк MCMC Пэк Это пакет У него хорошая Виньетка Хорошая документация То есть Можно погуглить Виньетка MCMC Пэк И то есть Там Описана Куча Классических Моделей Только в Байсовском подходе То есть Вы можете В эти модели Сообщить А вот Я лично верю Что бета Около двух Какие выводы Вы получите И можно Визуализировать То что я верил До анализа То что я получил После Номально? Хорошо Пойдем дальше Как компьютер Пару слов Значит Как оценит Ну что Дал одну-две команды И все Выбрал нужную модель Вот Поэтому Я бы конечно скажу Но пока я просто хочу показать Нескоро Ну вы как раз Пока ставьте А мы пока Пообсуждаем Без установки Значит Пакет Который мы будем Пользоваться М7XИПЭК Но это не ощущение Что он единственный Пакетов Которые посвящены Байсовскому подходу Их огромное количество Просто Смерть какая-то Очень-очень много Так Что я хочу сказать А Я хочу сказать немножко Как Как компьютер Деневит Вот эти Рои Сигма То есть Идею я сказал Как То есть Алгоритм 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 Получения Получения Ро Апостериорной Выборки Апостериорной Апостериорной Выборки Ро И тета Как выглядит Алгоритм Получения Апостериорной Выборки Конечно Компьютер там не считает и численные веление считает символьные эти интегралы поскольку символьный компьютер плохо считает вот а некоторые символи не берутся поэтому в общем основной это прорыв который был это вот так появились алгоритмы получения постельной выборки чтобы начать из алгоритмов давайте я сначала дам такую там такую задачу задача которая вот как бы говорит про суть как вообще но она очень на мой взгляд показательно она вроде не имеет никакого отношения на самом деле в этой задачи вся суть подхода монте-карло задача такая ну все представляете шахматную доску ну так условно не получилось сколько надо 8 на 8 не вышло но неважно шахты для доска норм кто знает как ходит конь альфия давай какой вот здесь стоит конь вот здесь конь стоит вот и мы соответствуем он ходит случайным образом ну по правилам по своим правилам по своим правилам ходит случайно вопрос такой сколько в среднем пройдет времени пока он вернется в исходную точку пока он вернется в исходную точку вот в этой задачи она очень проста по постановке здесь нет никаких чисел в условии кроме как коня но ее можно решать и она такая красота вылезает который вот все говорит на самом деле про алгоритм как действия можно можно решать смартингалов я думаю но надо придумать какой-то красивый мастер дал есть решение без маркингалов есть и что наверняка есть решение смартингал думаю что кстати интересно на то вичек никогда не думаю решение я знаю решение без маркингалов мастер дал есть вот не знаю прикольно под подумать пока непонятно слушайте пока не знаю ну ладно мысль такая смотрите алгоритм получения мне нужно идти там вот мотожида ну что я сделаю вот прям в соответствии с этим алгоритмом я возьму запущу коня гулять запущу коня гулять пусть он гуляет себе гуляет 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 10 тыс 100 тыс 100 тыс 1 миллион раз соответственно а а я на это расскажу решением тоже она слишком красиво времени у нас слишком мало я расскажу по крайней мере вы сможете такую сдачку решить там хорошие там сетят целочистый ответ по моему отожди с моим прошлом отождаем вот пустили коня гулять гуляет гуляет вот соответственно чем получится в результате я буду вот записывать где он был вот это время а это где был кончик да ну то есть первый момент времени там он был там а1 потом там он был куда он там попал а а б 1 2 ну допустим в c2 попал да c2 попал потом еще потом опять что-то вернулся в а1 а потом пошел в b3 ну такой согласно как то вот движение коня выглядит таким образом нормально вот соответственно я я если у меня есть длинная выборка то есть у меня тут вот много наблюдений если я сделал длинную выборку ну то есть вот как здесь вот я делаю длинную выборку если я делаю длинную выборку то я смогу например оценить как часто он бывает в клетке c2 согласны смогу я оценить вероятность того что конь в c2 там в момент времени t да ну или там долю нет вот так скажем могу я оценить доля жизни доля жизни коня проведенная в c2 можно оценить эту штуку как его оценить ну ну вот здесь допустим я сделал 100 тысяч ходов как оценить долю жизни сколько из этих ходов он в царапу за 2 или станет но там 100 тысяч или 10 тысяч сколько взяли окей хорошо точно так же я могу посчитать долю жизни коня проведенную в а1 верно верно вот а как связана доля жизни коня проведенная в а1 со средним временем перехода из а1 в а1 то есть если он проводит одну сотую своей жизни в клетке а1 то сколько у него ходов уходит в среднем на переход из а1 в а1 100 согласна вот эти числа доля жизни проведенная в а1 и и и время среднее перехода из а1 в а1 это по сути одно и то же но если я один раз из 100 бываю в а1 то сколько мне в среднем ходов нужно чтобы от а1 добраться до а1 в среднем 100 разумно? соответственно мне надо посчитать долю жизни коня проведенную в а1 а дальше тут оказывается одна замечательная теорема на которой вот этот алгоритм получения апостериорной выборки ро и это основа это нормальная решение чего? есть какая-то нормальная чем тебе не нравится? инкультивный решатель а что тебе не нравится? он хочет присмотреть Карла то есть это как бы есть ну как? а чем пока шикарное решение? решение шикарное это пройденное или нет? что? решение шикарное тебе верное или нет? мы пока еще не получили ничего у нас пока только рассуждение что вот у нас пока один только факт что мат ожидания от этого времени это 1 на вероятность на долю в а1 пока все что мы интуитивно сказали это вот это утверждение нормально? да ну то есть я как-то постарался привести интуитивные аргументы в эту сторону ну серьезно это надо про марковские цепи почитать марков чейнс, марковские цепи ну как бы это некая теорема просто ну за час тридцать сложно как-то изложить я поэтому хочу донести какую-то интуицию чем там доказать пол теоремы и уже непонятно что дальше ну как это просто идея просто задача очень красивая а решение вот оно напрямую про этот алгоритм вот и второй факт на котором построен этот алгоритм обучения это алгоритм обучения обостреорной выборки из ро и тета что если сейчас как бы мне сформулировать этот факт чтобы с одной стороны было интуитивно понятно а с другой стороны все-таки не слишком погрешить против строгой формулировки теоремы давайте я вот так скажу при достаточно при достаточно достаточно слабых ну это некая типа теорема да типа теорема типа нет типа 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 теорема при достаточно слабых условиях при достаточно слабых условиях ну конкретно в этом случае это точно При достаточно слабых условиях, при количестве симуляций, стремящихся к бесконечности, у нас вероятности в каждой из этих клеток будут стабилизироваться при достаточно слабых условиях. При количестве симуляций, стремящихся к бесконечности, вероятности каждой клетки будут сходиться к своим кастам. Вы участвовали, что они к нулю сходятся? Нет, 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 нет. У меня шахматная доска ограничена, там же 4 клетки. Да, я делю на все большое количество, но у меня эти числитель... Да, числитель тоже растет. У меня А1, если я проведу миллиард симуляций, у меня А1 будет посещаться все больше и больше. Раз. И, соответственно, количество посещений А1 делить на количество шагов коня, это будет стабилизироваться. Окей? То есть будет существовать, ну, конкретно там предел по вероятности, там, ну, практически в любом смысле там будет сходимость. То есть я буду делить. Значит, при достаточно слабых условиях будет сходиться. Ну, соответственно, рассмотрим то, к чему оно сходится. Вот этот факт, конечно, получается, что я по-четверски решаю задачу, а основываюсь на какой-то теореме, которую даже строго не формулирую. Мне скорее прикольно сейчас интуитивно взять эту задачу. Хорошо, получится в пределе какие-то вероятности. У каждой клетки будут вероятности, согласны? Да. Вот. Вы имеете в виду вероятность, что он походит в эту клетку, так, что ли? Ну, доля жизни коня, проведенной в этой клетке. Для каждой клетки есть доля жизни коня, проведенной в этой клетке. Вероятно, что В1 он в среднем будет, если долго-долго-долго жить, поскольку А1, по сути, ничем не отличается от H8, то доля жизни коня, проведенной В1, будет совпадать с долей жизни коня, проведенной в H8. Согласны? Это что-то это за многое число. Ну, конечно. То есть, просто поговорить, что условия закона больших чисел, это я. Ну, это же закон больших чисел, это теорема, но там аккуратнее надо. То есть, я, это не строгая форма урока, то есть, это надо изучать про сходимость. Это сюжет, который называется сходимость матковских цепей. Вот, меня интересует все-таки число получить. Давайте посмотрим, клетки каких типов встречаются в жизни коня. Вот с точки зрения коня. Он же на всю доску так особо не смотрит, какие бывают клетки. Бывает угловая клетка. Из нее сколько вариантов куда пойти? Два. Из нее два варианта пойти. Какие еще есть клетки? Буковые. Давай посмотрим еще, какие клетки в жизни коня бывают. Ну, которые на миге... Бывают клетки типа А1. Из нее два хода. Бывают клетки типа А2. Из клетки А2 сколько ходов? Три. Раз, два, три. Три хода. Какие еще бывают? Ну, А3, А4 тогда. Давай посмотрим. А3, по-моему, она уже ничем не отличается от А4. И за три сколько ходов? Раз, два, три. Четыре хода, правильно? А3, четыре хода. И за А4 тоже столько же ходов, да? Какая-нибудь другая клетка есть? Сколько таких клеток, что два хода? Четыре штуки. Сколько клеток где три хода? Давайте посмотрим, по-моему... Сколько? Вот это? Те, которые применяют. По-моему, по две на каждой стороне. Восемь других нету. Чтобы сообразим, если я чуть-чуть смещусь. Уже будет... Уже будет раз, два, три... Уже будет четыре, да? Уже будет четыре. Правильно? Значит, вот таких будет восемь штук. Еще бывают какие? Вот если где-нибудь по центру взять, то там будет два, три, восемь. Там будет, да? Бывают восемь ходов. Какие еще бывают? Наверное, шесть ходов. Ну, там, не знаю. Де, пять. Еще бывает сколько-то, кроме восемь, два, три, четыре? Где шесть? Ну, давайте напряжемся. Ну, хорошо, смотрите, края мы вроде взяли. Это взяли, соседку взяли, вот эти все взяли. То есть, окоемочку взяли. На окоемочке либо четыре, либо два, либо три, либо четыре. Согласны? И перед окоемочкой. Ну, то есть, если уж отходить, вот перед окоемочкой, то есть, на клетках на удаление два, потому что, которые внутри, вот эти вот, на них уже везде будет восемь, правильно? Там уже ничего не мешает. Вот здесь, на вот этой вот, вторую, ну, как бы, внутрь, ну, то есть, как-то внешней есть окоемочкой, потом... Ну, вот это будет, наверное, дублировать внешне, потому что, в этой клетке, в клетке B2, сколько тут ходов? Значит, раз, два, три, четыре, четыре тоже, да? В B2 тоже четыре, правильно? В B3 сколько? В B3, раз, два, три, четыре, пять, шесть, правильно? Тут шесть ходов, типа B3. И, по-моему, на этом все исчерпывается, да? Верно? Вот, ну, давайте посчитаем, сколько каких клеток. Четыре, восемь, сколько клеток для четыре хода? По шесть, на внешней каем? Да, по ш... Нет, по-моему, по четыре, на... Два, два, съела, четыре осталось. Значит, здесь шестнадцать, ну, то есть, четыре на четыре, плюс... Кто еще у нас давал четыре хода? Углы на B2. Углы на внутренний каем. Я B2, да, я еще четыре давал. Чего? B2 плюс четыре, правильно? Сколько клеток, где шесть ходов? Это вся внутренняя каемочка, кроме четырех клеток. То есть, сколько здесь? Это четыре на... Сколько здесь? Четыре на четыре. Не, ну, два здесь, два здесь. А, здесь за четыре. Четыре на четыре. Ну, и на D5 все остальные, правильно? 64 минус все, что мы там нашли. Сколько мы там нашли? Вот здесь двадцать, да? Здесь шестнадцать, здесь восемь, здесь четыре. Сколько мы собирались? Четыре плюс шестнадцать, двадцать, сорок, сорок восемь. Сорок восемь минус шестьдесят четыре. Это шестнадцать. Хорошо, окей. Значит, вот у нас есть клетки таких типов. А теперь я делаю трюк. Смотрите, вот представим себе, что конь прожил свою вечную конявую жизнь. И вот он уже достиг просветления, он уже знает, ой, в этой клетке я бываю там с вероятностью три седьмых. А вот в этой я бываю с вероятностью две пятых. Я две пятых жизни провожу в ней. Какое соотношение можно посчитать между этими вероятностями? Смотрите, посчитаем соотношение между этими вероятностями. Как будет выглядеть соотношение между этими вероятностями? Что-то надо попить Ну что, дальше понятно, что делать? Нет Ну думайте, думайте Ну тут просто прям система линейных упражнений И прям вау, все будет Ну собственно, надо Я вам подскажу, надо ввести неизвестные Неизвестные там П, ну давайте я назову ПА1, ПА2 ПБ ПА3 ПБ3 Ну и ПД5 Ввести 5 вероятностей Подумайте, потому что это легко Это надо просто интуитивно Ну то есть Хоп, и прям сразу получаешь результат Создать систему уравнений Ну простую совсем Совсем простую И И потом сказать А мой ответ это 1 на ПА1 Ну тут вот надо Понять, как связано между собой Время жизни в этих клетках Хорошо, давайте устроим паузу Я как раз попью, а то что-то хочется Попить Вот Подумайте, может кто-то за 10 или 15 минут Решит эту задачу Потому что тут уже ничего не осталось Только осталось только вот Сказать Хоп И ответ Марат, я в тебя верю Там просто нужно Умиральные сказки Рассказать, как вероятностей Ну да, и даже проще Совсем проще Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому